Всем привет! Меня зовут Иван Лычков. Сегодня на канале Ало вы смотрите обзор гаджета из будущего, снятый в прошлом. Да, я понимаю, это очень сложно, но сейчас объясню, в чем все дело. Дело все в том, что у меня в руках находится смартфон Huawei P Smart. Обзор этого устройства вы, скорее всего, смотрите 25 января, либо же позже. То есть это именно та дата, когда он был, вернее, будет официально представлен в Украине. Я же пользуюсь им заблаговременно, где-то за месяц до официальной презентации. И поэтому снимаю обзор для вас в будущем. Huawei P Smart это очень интересное устройство концептуально. Почему? Потому что Huawei сделали смартфон, взяв в него абсолютно разные вещи из разных ценовых категорий. И если говорить про него с точки зрения эстетической характеристики, с точки зрения дизайна и экстерьера, то на него смотришь и думаешь, ну, наверное, это какой-то бюджетный смартфон. А потом глядываешься, так, две камеры, уже что-то как-то подозрительное для бюджетного смартфона. Когда берешь его в руку и просто закрываешь глаза, то кажется, будто у тебя в руках стандартный Huawei P10. Именно такие ощущения вызывают у меня именно этот смартфон. Он полностью металлический, у него закругленные края и он довольно аккуратен. Хотя дизайн самого смартфона, особенно задней части, очень обычный. То есть это стандартный дизайн, такое мы видели уже не первый раз. Но все-таки этот смартфон очень примечательный. Когда я вам буду рассказывать про его технические характеристики, про его, в принципе, концепцию, вы поймете, о чем я говорю. И самое первое, что бросается в глаза, это, конечно же, его экран. Здесь уже Huawei поработала над новым форматом, и экран у него с минимальными рамками по бокам и с небольшими рамками сверху и снизу. То есть экран очень похож на то, что мы сейчас видим во многих флагманских Android-смартфонах. И первое, на что обращаешь внимание, на его диагональ. Она довольно нестандартна. Это 5,65 дюйма. И, соответственно, разрешение здесь тоже нестандартное. 2160 на 1080 пикселей. То есть 2К разрешение, по сути. Это IPS-экран и рабочая поверхность экрана по соотношению к самому корпусу составляет 76,1%. То есть экран достаточно широкий, достаточно высокий. И сам смартфон очень удобен с точки зрения эксплуатации. То есть, смотрите, экран по диагонали больше 5,5 дюймов. Но я спокойно его держу в одной руке и спокойно пользуюсь смартфоном одной рукой. Я сейчас смотрю на его экран и понимаю, как я соскучился за хорошим IPS-ом. Он очень такой, знаете, сдержанный. Он не вырви глаз. Он приятный, при этом контрастный и очень яркий. То есть экран прям флагманский экран. Хотя я смотрю на этот смартфон и с виду он такой скромняшка. Говорим про экстерьер. Как я уже говорил, это алюминиевый смартфон. Его толщина 7,5 мм. Он полностью из алюминия. Спереди стекло Gorilla Glass. Пока неизвестного для меня поколения. Все-таки тестовый образец. И здесь, в принципе, все привычно и стандартно. Сканер отпечатка пальца на задней стороне. Две камеры и вспышка. Снизу динамик. И микро-USB. Вот что опять-таки говорит о том, что смартфон-то этот не флагманский. И даже оставили 3,5 мм миниджек. На этом спасибо. Справа у нас клавиша включения смартфона и качелька регулировки громкости. Слева спаренный лоток для сим-карт. Huawei P Smart бывает в двух конфигурациях. Первая конфигурация это стандартная. 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной памяти. Именно такая у меня в руках. И именно такая будет, наверное, часто продаваться у нас в стране. Также бывает более дорогая версия на 4 гигабайта оперативки и на 64 гигабайта постоянной памяти соответственно. В качестве центрального процессора здесь используется уже ожидаемое решение собственного производства. Это HiSilicon Kirin 659. Восьмиядерный процессор. Четыре ядра которого работают на 2,36 гигагерца. Это Cortex-A53. А остальные четыре ядра работают в энергосберегающем режиме. Это тоже четырехъядерное решение Cortex-A53 на 1,7 гигагерца. И графика здесь Mali-T830 MP2. Вы сразу можете задаться вопросом, а мощный ли это процессор? Насколько он мощный? Насколько он быстрый? И как вы знаете, скорость работы гаджета напрямую связана с оптимизацией программного обеспечения. И в этом случае здесь все очень примечательно, потому что Huawei P Smart это смартфон, который работает на Android 8-го поколения. И знаете, действительно, Android 8-го поколения пошла на пользу этому смартфону. При этом он работает еще и на обновленной Emotion UI, тоже 8-го поколения. Интересное сходство. Работает очень быстро. Графика отлично отрабатывает, анимация на рабочих столах моментальная и молниеносная. А в игры хотите играть? Пожалуйста, играйте. Хотите запускать какие-нибудь тяжелые файлы, либо приложения? Тоже без проблем, этот смартфон справляется со всеми задачами. Huawei не был бы Huawei, если бы не отличался от остальных решений в своем ценовом сегменте именно камерами. Здесь две камеры и они, знаете, разные. 13 мегапикселей основная камера и 2 мегапикселя. Вторая вспомогательная камера для снимков с лучшим динамическим диапазоном. Селфи-камера здесь на 8 мегапикселей. При этом сам смартфон умеет записывать видео в 1080p на 30 кадров в секунду. Стандартное разрешение для любого устройства, но с этим разрешением он справляется на ура. Если говорить про фото-часть, то здесь все очень даже привычно. Вы все знаете, как фотографирует P-серия, вы все знаете, как фотографируют другие смартфоны компании Huawei и их суббренда. Вы понимаете, о ком я говорю? Поэтому с камерой здесь тоже не подкачали. И самый часто задаваемый вопрос, а есть ли в смартфоне NFC? Почему часто? Потому что в Украине запустился Android Pay. Многие люди уже на собственном опыте ощутили удобство этой технологии. Да, в этом смартфоне есть NFC. Единственное, к чему бы я мог придраться у этого устройства, это к microUSB. Хотелось бы здесь увидеть USB Type-C. Уж очень быстро привыкаешь к удобствам. Но ничего, microUSB так microUSB, что же поделать. Несмотря на то, что этот смартфон в меру тонкий, 7,5 мм, здесь аккумулятор на 3000 мАч. Много это или мало? 3000 мАч, мне кажется, это достаточно. Конечно же, все хотят видеть 3500, 300, а то и 4, но опять-таки нужно понимать, что габариты устройств это тоже важная вещь в каждом современном смартфоне. Поэтому 3000 мАч смартфон работает около 12 часов активно и такой хороший работает. 12 часов, сами посчитайте, сколько это. То есть, утром встали где-то к 8-9 вечера, у вас он разрядится процентов до 30. Вот так вот, 30% у меня остается вечером, я его заряжаю. Если же вы более аккуратный пользователь, то, конечно, он у вас будет работать дольше. И нужно отдать должное, несмотря на то, что в этом смартфоне используется microUSB, поддержка быстрой зарядки здесь тоже есть. Просто вам понадобится блок питания большей мощности. И вот еще маленький нюанс. Многие люди во время обзоров в комментариях спрашивают, а как со звуком у смартфона с точки зрения телефонных разговоров? Отвечаю. У этого смартфона все замечательно, несмотря на то, что сам динамик прям такой маленький и скромный, но здесь есть функция шумоподавления. Когда вы выходите на улицу в ветреную погоду и с кем-то разговариваете, с большой долей вероятности смартфон сможет как-никак подавить шумы, чтобы вас было лучше слышно и это действительно неплохо. Вот так, друзья, вы одними из первых узнаете о новинках различных компаний на канале АЛО. Мне очень приятно для вас это делать, поэтому поддержите это видео лайком, напишите какой-нибудь интересный отзыв и не забывайте подписываться на канал и на телеграм-канал АЛО. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok